ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы смотрите наши новости в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края назначен Виктор Томенко, который до 30 мая был председателем правительства Красноярского края. Уже завтра 47-летний Томенко прилетит в Барнаул, где его официально предстает полпред по Сибирскому федеральному округу Сергей Миняйло. Экс-губернатор края Александр Карлин передаст преемнику дела и должности. Исполнять обязанности губернатора Виктор Томенко будет до официальных выборов. В следующую пятницу, 8 июня, депутаты ЗАГС собрания края соберутся на внеочередную сессию, чтобы назначить дату досрочных выборов губернатора. Они должны состояться 9 сентября 2018 года. Разгул стихии продолжается. Сильный ветер и дожди, которые обрушились на территорию края, нанесли заметный ущерб владельцам автомобилей. В интернете множество фотографий с пострадавшими машинами. Деревья падали на капоты и на крыше авто. Только в Барнауле подобных ЧП произошло около десятка. К счастью, никто из людей не пострадал, а вот из-за порывов в линии электропередач. Жители 28 сел края накануне оставались без света. Электроснабжение восстановлено, но шторм прогноз не отменен. Он сохранится и сегодня. Сотрудники МЧС советуют плотно закрывать окна и балконы. Находясь на улице, необходимо быть предельно внимательными. Автомобили по возможности убрать в гараж или перегнать на открытую местность без деревьев. Кто станет новым начальником краевого управления МВД и сколько лагерей отремонтируют в этом году? Ответы на эти вопросы, а также другие заметные темы в ежедневном обзоре изданий «Сибирская медиагруппы». Громкое назначение по линии силовиков прогнозируют корреспонденты информационного агентства «Банкфакс» в ближайшие месяцы. Речь идет о начальнике краевого управления МВД Олеге Тарубарове. В рамках ротации руководители каждые пять лет переходят на аналогичный пост в другой регион. «Банкфакс» высказывает предположение о том, что Тарубаров может быть назначен министром внутренних дел по республике Крым. Кто станет новым начальником в Алтайском крае, пока не сообщается, но мнение есть о них на страницах издания. Московский комсомолец на Алтае рассказывает, как в Бийске дважды за сутки провалился асфальт. На ямы жалуются горожане. Первый провал произошел вблизи магазина у остановки общественного транспорта «Трест», второй — у Бийского лицея. Специалисты считают, что процесс неизбежен. Причина — в сезонных процессах подвижек грунта. Более десятка детских лагерей отремонтируют в Алтайском крае в этом году. Об этом пишет политсибру со ссылкой на уполномоченного при губернаторе по правам ребенка Ольгу Казанцеву. В лагерях отремонтируют крыши, столовые, жилые помещения, заменят окна и двери. 27 миллионов рублей выделят на эти цели из краевого и муниципальных бюджетов в этом году, а всего за пять лет планируют направить почти 85 миллионов рублей. Евгения Даровская, наши новости. Сегодня на Алтае стартует приемка загородных лагерей. Первыми на безопасности соблюдения норм Санпина проверят пять учреждений. Барнаульский, Березку и Звездочку, Краевые, Убу и Селену, а также лагерь при санатории Нина в Бийске. Приемку проводит специальная комиссия. В их составе сотрудники образования и здравоохранения, надзорных служб и полиции. Инспекторы осмотрят домики, оценят оборудование в столовых, проверят систему противопожарной безопасности. Еще один важный пункт — противоклещевая обработка территории лагеря. На конце июня на Алтае должны открыться 63 загородных и здравоохранительных учреждения. В целом же летняя кампания в регионе стартует завтра с работы пришкольных лагерей. В этом сезоне в крае смогут отдохнуть и поправить здоровье больше 150 тысяч детей. Сегодня есть отличный повод бросить курить. Во всем мире 31 мая отмечают день борьбы с никотиновой зависимостью. В Барнауле сегодня проведут акцию, где можно будет бесплатно определить объем легких и степень зависимости от курения. Ожидается, что в Барнауле разрежут гигантскую сигарету с надписью «Зависимость убийца». Также на месте будут работать психологи, которые расскажут, как проще избавиться от пагубной привычки. На пешеходной улице Молотобольская с двух до четырех часов дня развернут мобильные пункты здоровья. Сегодня юбилей у Алтайского отделения Российского детского фонда. Ему исполняется 30 лет. В честь этого события в Барнауле пройдет большой концерт. Алтайское отделение Российского детского фонда во многом связано с именем Раисы Федоровой. Она руководила организацией почти 20 лет. За это время в крае были разработаны программы, по которым получали помощь дети с разными заболеваниями и жители края, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Только марафон «Поддержим ребенка» за последние 9 лет собрал 100 миллионов рублей. В честь круглой даты и в память руководителя фонда учредили стипендию имени Раисы Федоровой. В этом году ее получат 10 одаренных ребятишек. Подробнее о праздновании 30-летия фонда в вечернем выпуске. Впервые в Барнауле музей современного искусства и рарта из Санкт-Петербурга привез в краевую столицу персональную выставку художника Владимира Дайбова. Для посетителей экспозицию открыли сегодня в зале музея «Город» на проспекте Ленина 111. Выставка называется «Проживопись», а искусствоведы характеризуют стиль письма художника из Курска как упрощенный реализм. Дайбов не акцентирует внимание на деталях. Его картины — это образы, которые зачастую зрителю приходится додумывать. На выставке в музее «Город» представлено более 60 работ современного художника. Эта выставка организована в рамках долгосрочного проекта «Россия в эрарте». Музей эрарта организует выездные выставки в разных уголках нашей страны. И она уже провела немало выставок в других городах, таких как Краснодар, Новосибирск. Эта выставка приехала как раз к нам из Сургута. Вы когда-нибудь были в сити-парке? Если нет, то скоро у вас появится возможность не только прогуляться по такой территории, но и приобрести там жилье. Пять новых 17-этажных домов, строить которые доверены дочернему предприятию «СК «Союз»» с компанией «Глав Алтайстрой», появятся в индустриальном районе Барнаула на пересечении улиц Попова и энтузиастов. Жилой комплекс «Новая высота» накануне презентовали в краевой столице. 17-этажные гиганты будут смотреться изящно благодаря классическому керамическому кирпичу, который заказывают специально для строительного комплекса. Этот долговечный материал служит столетиями. Присутствующие на презентации неоднократно подчеркивали основные достоинства новых домов. Есть понятие «три кита», да, получается. Поэтому я считаю, что первый кит – это комфортность, это шумоизоляция и это экологичность. Кстати, «Новая высота» действительно очень экологичный комплекс. 40% придомовой территории займут зеленые пространства. Здесь расположатся спортивные зоны, пешеходные и велосипедные маршруты, зоны для йоги. Вся территория будет выполнена из экологически чистых материалов хвойных пород. Автомобили мешать прогулкам не будут. Под каждым домом своя парковка. Реализовать проект компания «Глав Алтайстрой» планирует за три года. Мы своей надежностью, своими активами, мы всегда гарантируем нашим будущим жильцам, что данные объекты будут достроены вовремя, с качеством. И мы никогда не бросаем своих жильцов и впоследствии при дальнейшей эксплуатации. Добраться до новой высоты будет несложно. В шаговой доступности четыре остановки общественного транспорта. Совсем рядом с жилым комплексом четыре школы и шесть детских садов. А если ко всему этому добавить скоростные лифты в подъездах, противоударные стекла и заботу о людях с ограниченными возможностями, то будет понятно, почему с новой высотой.